Добрый день! 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 Меня не первый день, все об этом знают Но подключается небольшая ремарка Предыстория, да, то есть включают какой-то сериал И там рассказывают про предыдущую Вчерашнюю встречу, да, то есть Что было в серии до этого У нас, собственно говоря, так же само То есть в предыдущих сериях Что мы с вами видим? Глобальный рынок Открылся в понедельник на отметке Чуть выше 100, это было 100.42 После этого У нас пошло стремительное снижение Я напомню, что основным драйвером Этого снижения послужили Договоренности со стороны Стран ЕС о формировании Стабилизационного фонда По улучшению экономики По стимуляции экономики Согласились, что будет порядка 500 миллиардов евро, обсудили Кто кому что, как будет выдавать Ну и на этом фоне, собственно говоря, евро у нас Ускорил свой рост. Второй момент Достаточно важный, это история По Формированию вакцины Со стороны непосредственно Одной из фармкомпаний Фармкомпания, напомню, это Мадера Она сказала, что Ребята, прошла первая фаза Все вроде бы круто-классно Примерно во втором месяце лето К середине лета Мы уже запустим вторую фазу Кнических испытаний И вот скоро будет вакцина Однозначный плюс Хорошо, круто-классно Но опять-таки Еще непосредственно Вот видите Новзеландский доллар шумит там немножко Еще непосредственно В прошлые периоды Я говорил о том, что Есть вакцина Вроде бы что-то создано Успешно Идут клинические испытания Но по факту Это все всегда завершится Пока ничем Опять же Компания Glide Science Как-то примерно вот так вот То есть смотрю на динамику Ее акции вот сегодня И в частности Вот после выхода данных Я решил посмотреть А что же там произошло По факту Это история не нова Когда у нас с вами Выходит фармкомпания Выкатывает какую-то новость Делает ажиотаж Спекулянты Тянут акцию вверх Ну а розничные трейдеры Так сказать мамочки Это все непосредственно Бумагу затаривают И на слух Уже когда это все приходит Они узнают об этом всем последним Ну естественно покупают Эту бумагу последним Потом эта бумага падает На 50% и так далее То есть казалось бы У нас есть компания Которая создала Вакцину от ковида Боже мой Это сумасшедшие результаты И варианты для развития компании И светлое будущее Однозначно у нее приготовлено По факту мы видим Что по прошествию месяца Компания Ее бумага упала на 50% Как такое может быть То есть условно говоря Прямо выросли до 10% А потом упали до 5% То есть не может такого быть Чтобы если есть хорошая Крутая вакцина Которая будет действовать И вот завтра Уже пойдет у нас с вами вакцина Компания не может падать на 50% Поэтому вспоминая предыдущие истории Я понимаю что со временем Эта история с вакциной Она у нас будет идти По нисходящему тренду И опять таки она будет Просаживать немножко рынок вверх О ней будут забывать Все опять поймут что вакцина Пока что будет создана Ну явно не завтра Явно не сегодня Поэтому для ее реализации Нужно будет время И вот когда это время наступит Мы с вами однозначно не знаем Но риски у нас с вами В мире сохраняются Единственным положительным Со стороны технического анализа момента Является тот факт Что мы хорошо проехались В понедельник вниз И в важной ситуации Мы попробовали Вчера пробить И закрыться Ниже ближайшего Уровня поддержки Мы видим с вами эту отметку Сегодня в утреннем комментарии Я вам ее отметил Это отметка 99.60 Ее мы с вами вчера Смогли пройти Но под конец дня Под закрытие Смотрите что мы С вами в итоге получили Как видим Итог дня был Ну крайне уже Не такой Оптимистический По факту Мы да Мы закрылись Но смотрите Как мы закрылись Одно дело Если бы доллар Закрылся бы Ну где-то Хотя бы вот здесь То есть это было бы Реально круто Классно И тогда можно было бы Сказать что Есть дневное закрытие Ниже нашего Ближайшего уровня поддержки Как вы помните Еще вчера На нашей встрече На примере фунта Я рассказывал Как иногда Бывает Выбивают Участников рынка И как Некоторых трейдеров Ну можно так сказать Обманывают То есть есть какой-то уровень Мы к нему подошли Мы вроде бы Как его пробили Сделали закрытие А после этого Актив берет И разворачивается На следующий день Вот такую ситуацию Я давно не видел Последнее время Я видел ее Насколько помню В восемнадцатом году Уже столько времени Прошло В восемнадцатом Где-то девятнадцатом году Но в основном Такого в последнее время Не было Ну тут опять Появилась эта ситуация Когда продавливает Какой-то уровень В нашем с вами случае Мы явно и хорошо Этот уровень видели Это минимум апреля По фунту Мы его вроде бы Как продавили Закрылись ниже него И на следующий день У нас фунт Улетает в космос Опять-таки Если мы Присмотримся С вами К доллару То увидим Что по доллару У нас с вами Сформирована Аналогичная ситуация То есть мы Упали Вроде бы Как торговались Ниже И по факту Просто закрываемся В уровень То есть Если отобразить Схематически Всю эту историю То выглядит она Вот примерно Вот таким вот образом И вот это то Что сейчас у нас С вами сейчас Происходит По доллару Реальная картина Ну крайне Пока что Нейтральная Почему Потому что Мы не получили С вами полного Подтверждения Того что Доллар Пошел вниз А нету Подтверждения По нескольким причинам Первое Фундаментальных Драйверов У нас с вами Нету У нас с вами Глава ФРС Вчера Не дал нам Пищу для размышлений Не дал нам С вами Какого-то драйвера На основании Чего мы могли бы Стремительно С вами двигаться Вниз Либо вверх Поэтому мы Просто стали Во флэт И стоим Ждем Что будет дальше Куда мы дальше Будем двигаться И что у нас получится Поэтому на сейчас И сформирована Такая текущая ситуация Мы стали во флэт В нем находимся И пока что С него выйти Мы к сожалению С вами не можем Но если Обратить внимание Сугубо на технику То можем отметить Следующее Что в этой ситуации Делать Ну первое Однозначно Это обратить Своё внимание На ту же Самую важную Отметку 99.60 Сейчас этот уровень Архиважный Для нас Потому что Он и Определит Будущую Динамику Доллара Закроемся Ниже Круто Пойдем дальше Вниз Не закроемся Ниже Будем здесь Нарезать Пируэта Вокруг Этого уровня Соответственно Ответа Как такового Мы не получим Мы не поймем Пора нам падать Пора нам расти Или что вообще Пора нам делать Поэтому во всей Этой ситуации И основной Так бы Основная активность В рамках Сегодняшнего дня Будет как раз таки Проходить Возле этой отметки Возле отметки 99.60 И эту отметку Можно использовать Как целевую зону Для продаж Вариант номер два Это взять В работу Максимум Прошлого дня Это в нашем С вами случае Отметка 99.75 Возле нее Как видите Максимально близко Уже у нас с вами Здесь находится Граница волатильности То есть К ней осталось Ити всего ничего Что в запасе В принципе Дает нам с вами Хорошие возможности Для продаж Поэтому целевые зоны От которых можно Работать У нас с вами есть Мы видим с вами Что волатильность В рамках Сегодняшнего дня У нас сжимается На календаре Особых Новостей Не намечается Реально Волатильность Может расти У нас с вами Уже Завтра Светлана Виктор Здравствуйте Соответственно Коллеги В ближайшее время По Непосредственно Индексу доллара Конкретно Имея в ближайшее время Сегодняшний день Ожидать там Сильных рывков Не стоит Поэтому я и даю Две эти зоны Да То есть 99.60 Признаюсь честно Это не идеальная Зона Да То есть Однозначно Но Это ближайшая Отметка От которой Можно будет Реализовывать Шорт сделки По доллару Конечно же Более Перспективной Является Максимум Вчерашнего дня То есть Это ближайшая Зона сопротивления Вернее даже Уровень сопротивления От которого Можно продать Доллар Но Сможем ли мы Туда вообще Прийти Ну Мне кажется Что это Очень серьезный Вопрос И Пока что Мне кажется В текущей ситуации Скорее всего Вряд ли Мы сможем Дойти до Этой отметки Поэтому Скорее всего Нам придется С вами взаимодействовать Просто С ближайшим Уровнем С ближайшей Такой целевой Зоной А это Отметка 99.60 Переключаясь На Евро Доллар Давайте смотреть Что у нас Там с основной Валютной парой И куда Мы с этим Инструментом Движемся дальше Итак По этому Инструменту Что можем Отметить Первое По Еврику Мы видим с вами Что мы Прошли Максимум Прошлых Недель Да То есть У нас С вами Это все Успешно Получилось Сейчас Когда я Смотрю На Евро Доллар Я Реально Понимаю Что Пройти Сегодня На низкой Волатильности К этому Уровню Будет Честно вам Признаюсь Проблематично С учетом Того факта Что мы За вчера К примеру Сделали Волатильность На 73 А сегодня Мы весь день По факту С вами Стоим Во флете Сделать Даже Рывок На 40 Пунктов Мне кажется Сложновато Будет Поэтому Эту зону Мы отмечаем С вами Как ближайшую Целевую Это 0.9 Сегодня В утреннем Комментарии Именно Эту зону Я отметил Ниже Конечно Есть Более Перспективный Уровень Это 0.8 95 Насколько Я знаю Да 0.8 95 Это максимум Прошлой недели И в принципе Это является Достаточно Хорошим Уровнем Поддержки От которого Можно Уже Отработать Первые Покупки Также Как видите Максимально Плотно К этому Уровню 0.8 95 У нас С вами Поджимается И граница Волатильности Что в сумме Позволяет Говорить О хорошей Возможности Для Лонг Позиции И продолжения Общего Восходящего Тренда Куда этот Восходящий Тренд У нас С вами Может Двигаться Первая цель Которую Нужно Отметить Это Отметка 1.1 К ней Мы можем С вами Дойти Понятное Дело Скорее Быстрый Все Все Четверг Завтра Будет Данные 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 Деловой Активности Что в сумме Может позволить У нас С вами Усилить Восходящий Тренд Вот Такой Расклад Мы Сейчас С вами Идем По По Евро 398, ну тут целая такая зона, это максимум пятницы, который мы вчера пробили. Соответственно, от него я и хотел купить, но ночью, как видите, меня не забрали. Да, то есть мы подошли максимально близко к этому уровню, вот 2340, но ночью, к сожалению, зайти не получилось. Почему? Потому что лонг у нас всегда открывается по АСКУ. Сами понимаете, в 12 часов ночи, плюс спрайт, плюс моя отложка реально была чуть-чуть ниже. Ну да, не чуть-чуть, а на целых 5 пунктов ниже, ну и меня здесь естественным образом не зацепило. То есть здесь буквально 2 пункта не хватило, чтобы зайти. Поэтому, в принципе, дальше ночью мы там откатились от этого уровня на 40 пунктов. Как видите, вон где был мой тейк, его не взяли. Сегодня утром, когда открыл уже график, смотрю, произошла реализация. Я поставил в безубыток, ну и вот меня здесь и выбило по итогу. Значит, по фунту реально понимаем, что есть возможность взять цены получше. В первую очередь мы по фунту видим следующую ситуацию. А уровень 23, так, sorry, не 23, 22.40, да, то есть от которого мы сейчас пляшем, мы не... Ну, с одной стороны прошли, с другой стороны сейчас активно тестируем. Поэтому, в принципе, эту отметку, как такую целевую, ближайшую зону, ее можно использовать. Здесь в сумме у нас формируется не один уровень, их достаточно много. Первый, второй, это максимум понедельника. То есть мы здесь с вами такую целую область, как видите, имеем, от которой можно отталкиваться и работать. Вчера весь день, видите, мы бились, да, пытались пробиться дальше вверх. День мы суммарно закрылись с вами выше. Поэтому, если мы говорим про фунт, по фунту есть возможность вот отрабатывать как раз-таки вот эту всю историю. Да, то есть опять-таки максимум понедельника. Вот он у нас с вами. Вот у нас с вами этот максимум понедельника. То есть от него есть смысл рассматривать. Максим, цена обязательно переписывает рано или поздно вершины и низины. Сейчас отвечу на вас вопрос, Виктор, договорив о фунте. Соответственно, что у нас с вами получается? По фунту, соответственно, ближайшая нормальная адекватная зона, от которой можно было бы зацепиться в лонг, это отметка 1.22, сейчас точно присмотримся, 22.27. Да, то есть это наша адекватная целевая зона, от которой можно зайти в покупку. Поэтому первую цель на лонг я ставлю именно с этих значений. Пока что тренд у нас с вами не уходит вверх. Как видите, не хватает силы у рынка, да, чтобы нормально улететь. Драйверов как таковых нету, поэтому все будет в руках у доллара. Сможем ли мы поехать дальше вверх или нет? Я думаю, что по фунту сейчас у нас с вами зарождается вот такой вот плавный восходящий дальнейший тренд. Мы с вами успешно смогли сломить вот эту всю картину. Так, давайте, вот мы с вами смогли сломить в последние дни вот этот, так, момент, вот этот вот нисходящий тренд. То есть мы его по сути сейчас перебиваем. Если мы там оттянем, к примеру, на, да, это у нас как раз таки с 1 мая. То есть мы видим, что с 1 мая мы падаем, падаем, падаем. Можно вот так вот даже линию провести. Ну и вот сейчас мы, собственно говоря, этот уровень как раз таки сломили с вами. То есть вот сейчас решается вопрос, пойдем ли мы дальше вверх. Если сможем сегодня с вами спуститься ниже, допустим, отметки 22.27, что мы первое поймем? А. Покупатель достаточно слабый. Он не удерживает свою ближайшую поддержку. Дальше у нас на пути будет отметка 21.70. То есть это минимумы... 21.80, sorry. Это минимумы вчерашнего дня. Нужно будет посмотреть, как мы будем торговать их. Подошли, есть отскок, нет отскока. Если ничего не будет происходить, слава богу, тогда что мы закрылись по стопу и не сидим в этой сделке. Потому что бывает такое, что засядешь в позицию, держишься там, а оно никуда не идет. То есть такое очень часто бывает. Поэтому по фунту, если наша теория верна относительно того, что по фунту произошел слом, мы двигаемся дальше вверх. Соответственно будет потенциал для дальнейшего роста. Поэтому такое вот расклад на сейчас по фунту. Соответственно ближайшие целевые это 22.27, либо граница волатильности 21.97. С учетом того, что фунт доллар у нас такой более активный и крайне часто перебивает границы волатильности. И сделать для него там рывок на 100 пунктов в день это не проблема. Соответственно мы целевую будем ставить не от границы волатильности, а немножко ниже. То есть мы видим, что от сегодняшнего максимума до вчерашнего минимума 90 пунктов. Вчерашний минимум это ближайшая поддержка. То есть соответственно мы понимаем, что теоретически с учетом того, что фунт доллар за день делает динамику в размере 100 пунктов, сделать для него 90 это не сложно. Соответственно к этим значениям мы можем с вами прийти. То есть к минимуму вчерашнего дня мы можем дойти. Поэтому две такие целевые зоны мы оставляем. Это 22.27 и 21.80. Даже можно 82 чуть-чуть повыше подтянуть. Так, Виктор спрашивает. Цена обязательно переписывает рано или поздно вершины или низины? Смотрите, Виктор, какая ситуация. Здесь важно понимать, с каким активом мы работаем и что конкретно вы имеете в виду. Если мы говорим с вами про валютные пары, то может показаться, что цена всегда возвращается к чему-то. То есть к какому-то среднему и так далее. Очень часто, когда новички обучаются, я вот эту историю даже могу сказать по себе. Я даже, наверное, когда-то выработаю такую теорию. Этапы, знаете, эволюции новичков, эволюции трейдеров. Сначала учат технический анализ, сначала понимая, что технический анализ это классная штука, она работает, должно что-то получаться. У каждого на это уходит разное количество времени, но бывает такой момент, что люди думают, блин, как-то она не так работает. И попадают, допустим, на следующую информацию, что хорошо работают объемы какие-то. Пытаются анализировать эти объемы. Но проблема заключается в том, что когда вы анализируете объемы, эти трейдеры не учитывают, эти эксперты, очень большая проблема заключается в том, что на рынке, будь то Forex, будь то даже акции и металлы в том числе, нет правдивой информации. Даже не то, что правдивой информации, а цельной информации. То есть вы не можете всегда сказать, где конкретно происходит та или иная сделка. Это раз. Второй момент, большинство сделок на рынке, примерно, я бы сказал бы, 30% только происходит на каких-то площадках. То есть на ЕЦН площадке, на бирже или еще где-то. То есть если вы даже возьмете ту же криптовалюту, где торгуют криптовалютой? На биржах вы мне скажете, да, а еще как? То есть люди между собой могут криптовалютами обмениваться, просто пересылая с одного кошелька на другой. То есть поэтому, когда мы смотрим на динамику со стороны биржи, мы понимаем, что мы видим нецельную картину. Поэтому, когда мы смотрим на рынок, и я вот начал все это дело изучать, я понял, что многие элементы не работают. Со временем я увидел, как работают многие крупные компании именно на рынке Forex. И суть заключается в том, что они работают по следующему алгоритму. Это называется алгоритм маркетмейкерства, если максимально упростить. Суть заключается в том, что на рынке они понимают, что объема какой-то мы выделить не можем с вами. И если мы говорим конкретно про рынок Forex, то на рынке Forex у нас каждая валюта, основная, она откатывается к своему среднему. К какому-то так называемому Fair Price, то есть или честной цене. Основной вопрос заключается не в том, как ее отторговать, а найти и определить эту среднюю цену. Поэтому, когда вы смотрите на рынок валют, вы можете заметить то, что они все время ходят вокруг какого-то среднего. Если мы посмотрим с вами на фунт, то есть на такие более старшие таймфреймы, то увидим, что какое-то здесь у нас с вами среднее есть. То есть какая-то справедливая, честная цена. Она, естественным образом, не является статичной, она все время перестраивается. Для нас с вами эта справедливая, честная цена может выступать со стороны мувинга. Это, к примеру, средняя какая-то цена. Для некоторых, ребят, это расчет через какую-то формулу, учитывая какие-то факторы. Но по факту мы понимаем с вами, что даже открыв, к примеру, тот же доллар, мы видим похожую ситуацию. Поэтому здесь закономерность заключается в том, что актив не просто переписывает свой максимум-минимум. Нет, он просто ходит вокруг какой-то определенной средней цены. И эта средняя цена иногда может этим максимум пробивать в моменте, а может и не пробивать. Поэтому здесь подход немножко другой. Здесь нет закономерности того, что всегда максимум пробивается. Нет, скорее наоборот. Максимум наоборот никогда не пробивается. То есть мы можем выше него залететь, да, там на час, два, три, но назад мы поедем с вами опять-таки вниз. Вот в чем, собственно говоря, и суть всего подхода на рынке. И примерно если вы будете такой, как бы, подход исповедовать, да, то однозначно вы уйдете достаточно далеко. Вот этот же подход, Bollinger, да, то есть те же, как они называются, Bollinger Bands, да, то есть я не помню, как они в русском варианте называются, волны Bollinger, наверное, да, давайте посмотрим осцилляторы, ну, тут у меня написано Bollinger Bands, я точно не помню, как они на русском называются, в общем, в стандартной формировке они называются Bollinger Bands. Вот и суть их заключается в том, что они, когда мы их с вами используем, они как раз-таки этот диапазон показывают. Просто нужно более старшие таймфреймы брать и так далее, то есть все подходы, они примерно одинаковые. Вот, поэтому, но разные активы, вот этот диапазон свой, они растягивают по-разному, да, по разным причинам, количество объемов, ликвидности в этом активе и так далее, и так далее. Вот, поэтому я надеюсь, я на ваш вопрос ответил. То есть если максимально упростить, все валюты, они ходят в определенном коридоре, диапазоненными словами, и с этого диапазона выходят крайне редко. Поэтому они иногда и переписывают максимум, переписывают минимумы, но это не закономерность, которая работает как часы. Вот ответ на ваш вопрос, если максимально по-простому сказать. Так, с фунтом мы разобрались. Так, значит, двигаемся с вами дальше. По иене теперь история. В данный момент мы видим, что иена у нас с вами вчера достаточно хорошо двигалась вверх. Причина достаточно проста. У нас с вами такой массовый выход из рисковых активов происходит. Это больше фундаментальная, можно так сказать, ситуация. Это техническая. Мне кажется, что где-то здесь присел все-таки центральный банк, который сливает очень постепенно и плавно иену. Почему? Потому что они борются, опять же, за свой экспорт. Как видите, в последнее время иена у нас ушла очень уж больно далеко. До 106 мы съехались с вами. И сейчас мы опять откатываем к такой же честной цене, которая находится на отметке около 107-108. И вот эту честную цену мы сейчас будем с вами удерживать. Общего тренда по иене как не было и нет. То есть здесь цепляться по факту не за что. Я даже не знаю, как что здесь можно торговать. Почему? Потому что максимумы, минимумы держит иена достаточно плохо. Она их выбивает, выносит их. Поэтому здесь с ней взаимодействовать крайне сложно. Допустим, вчера мы сделали волатильность на уровне 80 пунктов. Единственное, что мне нравится во всей этой истории, если иена дает какую-то волатильность, то это примерно около 80 пунктов. Опять-таки была ситуация 11 мая, мы сделали рывок 120 пунктов. Ну тут да, тут перебили. Так, давайте до этого 57, до этого 54. То есть другие дни в принципе около 50, видите, находимся. 58. Дальше волатильность 57. То есть такая более-менее, видите, прогнозируемая валюта. 43, но и только вот вчера сделали волатильность на уровне 82. То есть реально больше. Сегодня я думаю, что где-то примерно на те же средние значения мы придем с вами, то есть где-то примерно 50 с копейками. Ну, собственно говоря, здесь в этом диапазоне просто и дальше можно торговать. Граница волатильности 107,40 и верхняя граница волатильности 108,2. 107,4, 108,2 наши границы волатильности, в рамках которых мы остаемся и их мы продолжаем удерживать с вами. То есть потенциал выхода со всех этих историй, я считаю, он крайне минимальный. Да, в моменте нас там могут немножко выбить, но даже если, к примеру, вас выбили, там, подождите день, на следующий день можно будет уже перезайти, да, эта сделка в полной мере себя оправдает. То есть если мы посмотрим с вами на иену, то она очень часто откатывается каким-то средним значением. Она не реализует себя как трендовый инструмент. Соответственно, если мы понимаем с вами этот момент, мы можем использовать что здесь? Стохастик тоже будет здесь он работать. RSI, это все здесь будет работать. Просто нужно немножко посидеть, понастраивать таймфреймы и примерно прикинуть, в какой момент нужно лучше заходить. Вот именно если мы говорим торговля к среднему, да, то вот это лучше всего отрабатывается непосредственно на доллар-иене. Те же самые конверты здесь в помощь, они тоже будут нормально действовать. Конверты вы сможете найти, насколько я помню, индикаторы трендовые. Вот, в английском варианте называется Envelopes, да, то есть с их помощью также можете настроить там отклонения средние, вот, какого-то среднего значения от мувинга, иными словами. И он вам все эти истории будет прямо на графике разрисовывать. И вот иена как раз-таки здесь будет хорошо работать. То есть это тот же самый откат к среднему, его можно в принципе хорошо использовать. Вот, значит, движемся дальше. Дальше, следующий наш актив это доллар-франк. Может показаться, что у нас начался сильнейший тренд по доллар-франку. Я, честно вам признаюсь, не верю в этот тренд. Мы видим, что за сегодня доллар-франк, у меня индикатор, давайте я его сейчас отключу, потому что он весь день нам будет мешать. Дальше, так, момент. Значит, доллар-франк может показаться, что набирает какие-то стремительные обороты, очень сильно падает и так далее, и так далее. Я думаю, что надолго доллар-франка не хватит. Значит, по своим значениям мы видим, что доллар-франк сегодня делает рывок, ну, от своего максимума на целых 100 пунктов. Такое бывает, но уж больно. Так, стоп, я ошибся. От сегодняшнего максимума до минимума. Сделаем 57 пунктов. Я вчерашний просто хай взял, случайно. Такое бывает, но бывает крайне редко. Давайте оценим потенциал вообще всей этой истории, куда мы можем здесь добраться, и что можно ожидать сегодня у доллар-франка. Смотрите, за сегодня мы сделали волатильность на уровне, ну, тут опять индикатор немножко вводит в заблуждение. Так, давайте. О, вот так вот. Почему-то. Хайлоу. Вроде бы, да. А, стоп, стоп, стоп. Что-то он считает неверное. Так, окей. Так, значит, за сегодня мы сделали с вами динамику на уровне, а, уже, ну да, как раз-таки может и быть. Давайте я это здесь прикину. Так, 60 пунктов, а мне индикатор почему-то показывает 74. А, стоп, если... Ну да, почему-то 74 показывает. Не знаю, странно как-то. Вот, если мы переключимся, окей, на предыдущие значения, да, которые у нас ранее были сформированы, то видим, что в среднем волатильность у нас была такого уровня, но она составляла там не больше 90 пунктов. Вот, если мы говорим конкретно про май, про апрель было пару раз выстрелов волатильности. Эти выстрелы составляли где-то 110-112 пунктов. Последний раз в мае самая высокая волатильность была зафиксирована на уровне 124 пункта. То есть мы с вами понимаем пиковые значения, да, это 100 пунктов примерно мы можем сделать, но, возможно, 110, да. За сегодня мы с вами сделали волатильность на уровне, и еще раз повторюсь, около 60 пунктов, да, то есть, да, 60 уже пунктов. То есть в сумме хорошие варианты, хороший результат, на которые мы можем сегодня с вами выйти, но я думаю, что реально где-то пунктов 90. Смотрим, что у нас на этой дистанции может появляться, да, то есть какие отметки, от которых есть смысл взять позицию в лонг. Смотрим, где у нас 90 пунктов. Ну, то есть понимаем, что до минимума номер один у нас с вами 70 пунктов, далее 90, то есть мы видим, что ближайшая отметка, вот она у нас с вами, это отметка 4 мая, к ней мы целеустремленно падаем, это 96.16. То есть от этой ценовой отметки мы, соответственно, сможем с вами и сформировать ближайший лонг, то есть просто от границы волатильности. С учетом того, что доллар-франк у нас очень больно давно стоит во флете, даже сильные рывки, которые он реализует, вот допустим, ранее было в апреле 128 пунктов, 118 пунктов мы максимум сделали, и на следующий день еще 80 пунктов сделали. То есть самый такой агрессивный вариант, представляем, что сегодня мы падаем там на 90 пунктов, вот вы его, соответственно, и подбираете. Потенциальный стоп, с учетом нашей истории, вы берете актив там на 90 пунктов, и в среднем он делает там 110 пунктов. За последний май-апрель это тут его максимум. Соответственно, у вас где-то стоп там 30 пунктов и получается на выходе. То есть это вот ваши риски, которые могут быть с учетом того, что если мы вдруг сегодня очень сильно уедем вниз. Важно понимать, что сегодня ни новостей, ничего нету, поэтому выполнить эту задачу будет крайне сложно. И даже если мы ее выполним, да, вы будете иметь хорошую сделку. То есть такая вот растянутая волатильность, которую вы, иными словами, продаете. То, что есть по доллар-франку. Других вариантов относительно того, что доллар-франк может уйти там в какой-то сильный тренд, здесь этой истории нету. Реально доллар-франк пока что без особого потенциала для реализации. Следующий актив это новозеландец. Здесь мы с вами уходим дальше вверх по тренду, плавненько растем с вами. К сожалению, признаюсь мне честно, по новозеландскому доллару не было возможности, где вчера его можно было подхватить. В лонг реально, опять-таки повторюсь, хороших, адекватных решений не было. Да, у нас был, к примеру, вот этот вот максимум, но по факту это просто максимум 13-го числа, а 13-е число в нашем с вами случае это прошлая среда, это средина недели, то есть это не максимум недели, просто максимум какого-то там дня. Естественным образом такую историю расторговать, ну, торговать и бессмысленно. Реально, да? Вот, сегодня мы эти значения пробиваем и продавливаем максимум прошлой недели. А, мы до максимум прошлой недели еще не дошли. То есть по факту реальная нормальная сделка будет только тогда, когда непосредственно новозеландский доллар сможет пробить 61.56. То есть максимум прошлой недели мы осилим с вами и возьмем эту высоту. То есть если мы сможем сделать такой рывок вверх, сможем там закрыться, тогда да, можно, будем говорить о повторной сделке в лонг. Сейчас, к сожалению, зайти в покупку, ну, реально просто неоткуда. Если мы говорим по простым там, да, каким-то моделям технического анализа, то ближайший вариант это был, это была покупка 60.35, да, то есть ближайший лоу, от которого можно было бы оттолкнуться. Вот он у нас с вами. От него мы могли бы также с вами зайти, но, как видите, реализации никакой не было. Мы сделали небольшой откат вниз и полетели дальше, дальше, дальше к нашей целевой отметочке, к нашему ближайшему максимуму. Вопрос там, можно ли его торговать в шорт? В принципе, да. Вопрос и вариант достаточно интересный. Здесь в паре, смотрите, у нас с вами выступают сразу же два уровня. Во-первых, это максимум августа, это 61.74, и максимум прошлой недели 61.54. То есть в сумме два вот таких вот уровня у нас с вами имеются в запасе. Если мы сможем к ним доехать, да, что у нас здесь будет? Во-первых, у нас будет протестирование границы волатильности. Мы выше нее еле-еле заберемся. Уже на последних издыханиях будем пробовать вот этот вот уровень с вами ломать. Смотрим. По моей практике, вот кто смотрит меня не первый день, да, то есть вы можете, наверное, также примерно уже прикинуть, сколько там ходит новозеландский доллар за день. Мы можем отметить с вами следующее, что давайте попробуем. Open close. Можем с вами отметить следующее, что новозеландский доллар в среднем делает примерно там 90 пунктов за день. В рамках мая мы делали волатильность на уровне в 134 пункта за день. В апреле максимум, куда мы улетали, это было 172, это был единственный раз. До этого еще в апреле делали 134 пункта, там 120 было. Сейчас волатильность чуть повысилась, и даже сотку можем с вами нарисовать. И достаточно часто сотку мы видели в этом месяце. Это не единый раз, это было несколько раз подряд. То есть, соответственно, мы понимаем, что окей, вчера мы сделали волатильность на уровне 85 пунктов. То есть, сделали среднюю. Сегодня можем ли мы сделать хотя бы среднюю? Да, без вопросов. То есть, от сегодняшнего минимума 85 пунктов вверх, это уже будет граница волатильности на уровне 61.50. Я округляю, да, потому что реальность она 61.48. И здесь сразу же мы увидим уровень, который у нас находится на отметке 61.54. Поэтому, в принципе, по новозеландскому доллару шорт от ближайшего максимума, он актуален и он возможен. Поэтому новозеландский доллар однозначно в список мониторинга нужно будет добавлять, и есть потенциал для торговли на отбой от этого уровня. Что касается максимума прошлой недели, то для того, чтобы нам его достигнуть, нам нужно пройти сегодня примерно 112 пунктов. Я не скажу, что это невозможно, но это будет сложно. Реально будет сложно. И если даже мы туда доберемся, с учетом того, что новостей у нас с вами сегодня нету, продажа там будет еще более актуальна. То есть у нас с вами, соответственно, есть две целевые зоны, 61.54 и 61.74, от которых можно отработать продажу по новозеландскому доллару. Вариант 1 и вариант 2. То, что мы имеем сейчас по новозеландскому. Теперь австралийский доллар. По нему ситуация следующая. Австралийский доллар вчера пробовал пробить свой хай. Это хай также апреля. В общем, ничем успешным эта картина и эта история у нас с вами не завершилась. Мы добрались до максимума прошлого месяца. Я вам говорил не один раз, что максимуму месяцев это достаточно сильные уровни, и их пройти сложно. Вчера мы видим с вами, что мы пробовали залетать в этот уровень, но по итогу ничем это успешным не завершилось. Сегодня мы повторно бьем этот уровень, и возможно, день уменьшается успехом. Мы видим с вами, что в запасе у австралийского доллара есть еще дистанция, которую он может сегодня взять и которую он может выполнить. Поэтому для него сегодня просто добраться до границы волатильности, сделать там закрытие, и иными словами, мы получим первое подтверждение о пробитии этого уровня. Это реально. То есть по австралийскому доллару это вполне реальная ситуация, которая сегодня может быть реализована. Поэтому по австралийцу, к сожалению, либо к счастью, торговать отбой уже не актуально. То есть это было вчера актуальная сделка, которую мы отмечали. Сегодня этот расклад уже не актуален. Сегодня есть смысл как раз таки уже на 5-минутных свечах и так далее, и так далее смотреть торговлю на пробой этого уровня. То есть вы видите, актив, к примеру, пролетает вверх, хотя бы там пунктов, не знаю, 15 вверх он уйдет, и на откате вниз можно будет формировать позицию в лонг. То есть вот примерно такой вот расклад сейчас можно формировать по австралийцу. Похожую ситуацию у меня, так, я всегда, когда перезапускаю терминал МТ4, у меня сбиваются все настройки, но похожий сценарий мы вчера с вами отмечали по серебру. У нас был такой диапазончик. Вчера сформирован, так, момент. Так, 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 так. Сейчас, вот, похоже был сценарий у нас вчера с вами по серебру. Вот, у нас был диапазон, были максимумы, которые были сформированы на азиатской сессии. Это вся история, честно вам признаюсь, мы ее притянули за уши, то есть это не идеальный расклад, да, но это хоть что-то, за что можно было бы сцепляться. И опять-таки обсуждали варианты работы по серебру, и вот как раз-таки этот вариант вот здесь красиво показан, да, то есть у нас идет выстрел вверх, мы сделали коррекцию и поехали дальше плавненько-плавненько вверх. Можно было дождаться более серьезного выстрела, да, там, на 4-5 баксов, но, к сожалению, мы с вами не сделали нормального, дали бы отката. То есть здесь либо предпринимать быстрые решения, да, то есть опять-таки пошел актив, сделал там откат, и вы подбираете этот откат, либо ожидать более хороших реализаций. То есть мы закрылись выше, получили закрытие и ждем коррекции. Но не факт, что она будет, понимаете? То есть можно просто много сделать, таким образом пропустить. Поэтому по австралийскому доллару сегодня наоборот. Внутри дня, кто торгует, да, то есть кто не первый день работает, да, можно смотреть как раз-таки австралийский доллар в лонг. Поэтому присмотритесь к отметке 65.70. Очень высокая вероятность для хорошей реализации здесь присутствует, да, то есть это максимум прошлого месяца, который мы сейчас продавливаем. Внутри дня это означает, что руку на пульсе здесь нужно будет держать, а в моменте, если вдруг там полетят вниз, нужно и быстренько без убыток передвинуть ноль и так далее, и так далее. То есть здесь вы должны быть хотя бы там алерт поставьте, да, чтобы присутствовать. Я зайду, то есть если будет какой-то небольшой откат, заберу и буду сидеть в активе. То есть в принципе потенциал по этой истории у нас с вами есть. Ну и плюс смотрите, как она расторговывается. То есть опять-таки, если мы, к примеру, подходим к уровню, здесь торгуемся там три часа, ну тогда нету смысла. Потом, если мы торгуемся и продавливаем этот уровень, да, ушли вниз, потом откатились вверх, потом опять вниз, то когда мы вот так вот продавливаемся вниз, на этом первом откате, да, я зачастую закрываюсь. То есть я уже не удерживаю, там даже в ноле какое-то, пытаясь закрыть сделку и не пересиживаю, потому что уже смысла нету. То есть вот такие сделки на пробой, они реализовываются очень быстро. Зашли, получили результат. То есть мы не ждем 20 лет, да, когда оно там расторгуется, неделю нужно сидеть и наблюдать. Нет, это все происходит очень быстро. Вот мы сейчас с вами завершим публикацию, завершим нашу встречу, я публикую наше видео, а там пойду, занимаюсь своими делами, потом перейду, смотрю, сделка уже реализовалась. То есть такое очень реально возможно, да, скорее всего, может так и быть. Да, как это примерно было вчера по серебру. Вот, поэтому здесь однозначно руку всегда так же все равно нужно будет держать на пользе, выставляйте тейки стопа, чтобы они у вас были всегда под рукой. Потенциал сегодняшнего дня, еще раз повторюсь, это рост до отметки 66.00. Серединку этой дистанции вы можете забрать, то есть это примерно там пунктов 20, ну реально внутри дня вы сможете забрать. Вот то, что есть вот сейчас по австралийцу. Дальше, доллар-кат. Мы с вами продолжаем нисходящий тренд. Мы не достигли вчера целевых отметок. Вчера я отложку по доллар-кату сбросил. Сейчас доллар-кат в общем русле вместе с долларом у нас продолжает снижение. Минимум, опять-таки, мая мы не смогли пройти. Минимум мая у нас находится, вот он у нас с вами, это 38.98. Можно просто 39, да, округлить. Вот он у нас с вами, и мы его продавили вчера, протестили этот уровень. Вот как раз-таки видно, вот видите, что внутри дня происходит, то есть продавливаем, тестим и дальше вниз уходим. Под конец, под закрытие дня откатились, и вот сейчас опять-таки пробуем его продавить. Понимаем, что первое хаи уходят вниз, они все ниже и ниже, то есть опять-таки уровень нормально у нас с вами не функционирует, то есть он не исполняет должной роли, то есть и от него не отталкивается, поддержка слабая, то есть скорее всего будут пробивать. Поэтому доллар-карт, доллар-карт, сори, в шорт очень актуально, плюс дистанция, куда мы можем сходить сегодня, это 38.50. То есть здесь в запасе 50 пунктов реально есть, поэтому доллар-карт также актуально для шорт-позиции рассматривать. То есть торговля на пробой такой же самый сценарий, как и по австралийскому доллару. Далее, польский злотый. Вчера, ну еще на нашей встрече увидели, что мне не получилось зайти в шорт-позицию. По польскому злотому это как раз-таки один из тех сценарий, когда инструмент стоит во флете, он особым образом не растет, не падает, то есть если мы посмотрим его динамику, то есть в последнее время только мы и продолжаем флотовать. стоимость вопов здесь не скажу, что она большая, но она и не маленькая, поэтому по польскому злотому пока нету таких, знаете, железобетонных решений, я и не залажу. Торговать на отбой здесь и сейчас не таких уровней, от которых можно торговать этот отбой. Единственное, что можно отметить, это минимум вроде бы как мая, который мы сейчас с вами продавливаем. Минимум мая это 4.15.16 вот у нас с вами этот лоу мая, как видите, мы сейчас его с вами пробуем продавить, дальше у нас с вами на все все этой дистанции будет еще минимум, это уже минимум апреля, это 4.10, к нему есть куда спускаться, если сможем сегодня закрыться ниже 4.15, да, хотя бы на текущих ценах, окей, круто, будет хороший нисходящий тренд. Пока что я вот в эту схватку влазить не буду, и буду как бы стоять в стороне и смотреть чем оно все завершится. Вот сейчас вот как видите вот этот лоу у нас пробуют ломать. Давайте я на более мелкий таймфрейм перейду. Вот сейчас видите у нас этот минимум мая ломают. То есть если это получится сделать, да, можно будет смотреть от него продажу. Пока что потенциала я к сожалению не вижу в польском злоте. Так золотишко стоит на месте плавно восстанавливаемся вместе с серебром. Я сюда пока что не залажен. Если есть вопросы по золоту смело отписывайтесь разберемся. Так двигаемся дальше. Следующий наш актив это нефть марки WTI. Мы сделали рывок вверх и стали во флэт. То есть что-то похожее на треугольник здесь можно придумать, да, как-то пофантазировать немножко и нарисовать. С этого треугольника в принципе понятно, что будем выходить с вами дальше вверх. Сырье сейчас в топе, оно уходит вверх, тянет за собой все остальное. Канадский доллар, нефтедобывающие компании, нефтедобывающие страны и соответственно развивающиеся рынки в том числе также восстанавливаются. Это доллар зар, это мексиканская ПС, они чувствуют себя вследствие этого лучше. Мне интересен сейчас интересно не нефть, а больше интереса вызывает газ. По газу мы с вами определили наш ближайший такой паттерн, да, это пробой ближайшего хая. Как мы видим ранее, до этого мы планомерно с вами снижались, снижались, снижались и вот в понедельник на открытии пробиваем наш с вами хай. Опять-таки внутри дня здесь была бы достаточно хорошая реализация. Это больше агрессивный сценарий, да, то есть если вы торгуете, у вас есть время держать руку на пульсе и так далее по списку, да, то есть вот как раз таки в понедельник был достаточно хороший вход. То, что мы с вами обсудили по австралийскому доллару, по канадскому доллару, вот примерно так было реализовано по газу, то есть у нас был хай, вот он у нас, мы его оттестили и поехали дальше вверх от него. На сейчас в принципе у нас как бы сформирован, пытается формироваться восходящий тренд, то есть у нас умеренное восстановление идет, у нас минимум здесь, минимум здесь, то есть они у нас так планомерно повышаются, минимумы не переписываются, что сигнализирует нам о том, что на этом активе сформировано умеренное восстановление. Сможем ли мы двигаться дальше вверх? Вопрос времени, опять-таки я целевую вот эту вот отметку сохраняю, газ очень часто делает такие серьезные выносы в ту или иную стороны, не всегда должным образом отрабатывает поддержки сопротивления, если мы говорим про дневные, то есть опять-таки это вот эти вот моменты, то есть если мы вот так откатываем и вот так его подбираем, не всегда хорошо работают, если схематически это все отобразить, то выглядит это примерно следующим образом, то есть я имею ввиду как раз таки вот эти истории, они хуже отрабатывают, поэтому здесь нужно уровень собирать вместе с непосредственно границами волатильности я эту отложку, которая у меня ранее вчера была сформирована, она остается. Еще раз повторюсь, это отметка 1,900, от нее смотрю лонг по газу. Также минусом, значительным минусом по газу является факт, что он иногда бывает становится во флэт, в котором очень долго стоит и естественным образом это все плохо влияет на нашу торговлю, потому что комиссию мы должны платить ежедневно, а газ может также ежедневно стоять во флэте. Так, по развивающимся рынкам мексиканская Песа пока что ничего такого интересного не формирует, если есть вопросы по развивающимся активам, отпишитесь, поставьте комментарий, более подробно обсудим, время у нас уже поджимает. Так, ну и последний момент, это NASDAQ, значит, по NASDAQ мы бьем максимум, вот этот вот, максимум, опять-таки майя, пробуем с вами пройти, не получается сделать от него нормальный рывок, я думаю, это исключительно будет вопрос времени, на сколько хватит этого уровня, то есть вот что у нас внутри, возле него происходит, вот, вчера мы весь день сражались вокруг этого уровня, на открытии Америки мы уехали вверх, на закрытии опять спустились вниз, сейчас вокруг этого уровня идет от этого резня, пила это нарезает обороты, ну вот, с учетом того, что у нас идет положительная динамика по сырью, я думаю, что S&P поедет вверх, дальше, да, это усилит темпы всего фондового рынка, плюс непосредственно NASDAQ, поэтому здесь потенциал дальнейшего похода вверх очень и очень реальный, так, у меня на сегодня все, рассказал все, что хотел коллеги, так, я надеюсь, все ясно, все понятно, если нет, смело пишите вопросы под нашим видео, кто смотрит меня в записи, в комментариях, также всех вас видел, рад сегодня всех встречать, так, Светлана, Виктор, Петр, Владислав, я был рад всех вас видеть, также был рад всех, кто сегодня скромничал, ничего не отписывал, всех рад видеть, всем успехов желаю, ну и встретимся с вами завтра в это же время, до свидания, пока. Субтитры сделал DimaTorzok